Смотрите в программе на полицейской волне. Не по кайфу. За полгода в нашем регионе изъято 57 килограммов наркотиков. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По рельсам по шпалам очередной рейд по профилактике травматизма на железнодорожных путях провели сотрудники ЛОВД на станции Актобе. Молодо, но уже не зелено. В Активинской области в период с 24 по 28 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорность». Это и многое другое в программе на полицейской волне. За полгода в нашем регионе изъято 57 килограммов наркотиков. Это в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за шесть месяцев этого года выявлено 132 правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе ДВД области. За шесть месяцев 2018 года на территории Активинской области выявлено 132 наркоправонарушений. Из них 40 преступлений, 92 уголовных проступков в сфере незаконного обращения с наркотическими средствами. Вес изъятых и недопущенных в незаконный оборот наркотик составил 57 килограмм, что в два с половиной раза больше, чем в прошлом 2017 году. В текущем году на территории области не изъять тяжелый наркотик героин. Это обусловлено результатом проведения превентивных мер на территории Активинской области по пресечению распространения героина. В связи с чем, наркозависимые лица, ранее употребляющие героин, перешли на употребление экстракционного опия, являющимся заменителем героина, а также относящиеся к тяжелому виду наркотиков, изготавливаемым путем выпаривания из пищевого мака, который находится в свободной продаже. Сотрудниками УБН ДВД проводятся целевые мероприятия по изъятию тяжелых наркотиков. По результатам первого квартала ликвидировано 8 наркопритонов, где изготавливались и принимались внутривенно тяжелые наркотики, экстракционный опий. И в отношении последних возбуждены уголовные дела по статье 302 УК РК «Организация или содержание притона для потребления наркотиков». В первом полугодии этого года по статье 297 УК РК «Сбыт наркотических средств» выявлено 19 фактов. По статье 294 части 4 УК РК «Хранение наркотических средств в особо крупном размере» зарегистрировано 8 преступлений. К примеру, в июне текущего года изовлечена деятельность устойчивой организованной преступной группы, которые в период с апреля 2017 года длительного времени на территории Октюбинской, Казалардинской областей занимались перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств в особо крупном размере. В ходе поисковых мероприятий у преступной группы изъято более 50 килограмм наркотических средств. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 262 части 1-2 «Создание и руководство, организованное преступной группой», 297 части 4 «Незаконные изготовления, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств» и статья 218 «Легализация имущества, добытого преступным путем». Кроме того, сотрудниками дорожной полиции МПС задержано 133 водителя, управлявших автотранспортным средством в состоянии наркотического опьянения. На учете в Октюбинском наркологическом диспансере состоит 1541 человек, из них с диагнозом наркоман составляет 968 человек. Одной из основных задач в подростково-молодежной среде является пропаганда здорового образа жизни, которая осуществляется путем профилактики употребления наркотических, алкогольных, психотропных веществ и пропаганды альтернативных форм отдыха молодежи. По итогам шести месяцев этого года проведено 242 антинаркотических мероприятия, акции, лекции в учебных заведениях и трудовых организациях, спортивные соревнования, где приняли участие более 700 человек. Очередной рейд по профилактике травматизма на железнодорожных путях провели сотрудники ЛОВД на станции Октюбе. Местом проведения рейда выбрали зону под так называемым Сельмашевским мостом. Именно здесь с начала года сфиксировано три случая гибели людей, переходивших железную дорогу в непредусмотренном для этого месте. Как вы знаете, часто мы проводили рейд на Жилгородском переезде. На сегодняшний день мы хотим провести рейдовые мероприятия возле района моста Сельмаш. Тут тоже очень много ходят люди, очень много, где забор у нас поломан. Люди ходят там, где им удобно. Как вы знаете, с начала года у нас было три факта наезда на человека. Все три факта были именно в этом районе, в связи с чем мы проводим данные рейдовые мероприятия. У нас очень мало, но у нас есть установленные переходы. На сегодняшний день именно здесь установленный переход. Это по мосту люди, но люди ходят там, где они привыкли. Также мы привлекаем их к административной ответственности по статье 559, то есть проход через ЖД полотно в неустановленном месте. С начала года 989 материал уже было составлено. На определенное количество людей даже были наложены штрафы, но людей это не пугает. Они ходят, ходят. Вы сами знаете, что железная дорога является зоной повышенной опасности, но несмотря на это люди в любом случае ходят там, где они привыкли. В Актюбинской области в период с 24 по 28 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безнадзорность». Целью ОПМ является профилактика подростковой преступности, выявление несовершеннолетних за нахождение без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях в ночное время и вне жилища, бродяжничество, выявление фактов реализации несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений. Инспекторами ювенальной полиции проводятся рейдовые отработки во дворах, парках, местах массового скопления молодежи в развлекательных заведениях. В целях профилактики подростковой преступности и предупреждения детской безнадзорности, беспризорности в летний конвендулярный период, а также обеспечения занятости подростковой состоят на учетах органов внутреннего дела. В период с 24 по 28 июля 2018 года на территории области проводится оперативно-профилактические мероприятия «Безнадзорность». Основными задачами мероприятия – это у нас выявление факторов продажи алкогольной продукции с несовершеннолетними, табачные изделия, нахождение несовершеннолетних в деликатных заведениях в ночное время после 22.00 до 6 утра, а также после 23.00 до 6 утра у нас нахождение в нежилище без сопротивления законных представителей, также несовершеннолетних, которые находящиеся на улице, которые ведут безнадзорный, беспризорный образ жизни попрошайничеством. Данные мероприятия проводятся совместно с представителями прокуратуры, органов образования, молодежной политики МПО. «Инспекторами ПДН ежемесячно по счастью по месту жительства неуслучной семьи под учетные лица, состоящие на учете подразделений по делам несовершеннолетних. Также с ними регулярно проводятся профилактические работы». Поймав несовершеннолетнего в ночное время вне дома, полицейские в первую очередь обращаются к родителям нарушителя. В этой семье, живущей на дачах, мать-одиночка воспитывает троих детей. Средний из них, восьмилетний Илья, постоянно гуляет на улице по ночам. Матери явно не до увлечений сына. «А последний раз он в свой уход из дома, как объяснил, чем он объяснил?» «Сказала, мама, я тебя ищу, я хочу меня искать, если я дома нахожусь». «А он знает, да, свой домашний образ?» «Он знает. Дорогу сколько раз показывал, сотрудник на полиции». «И где он был?» «Он здесь раньше игрался, тот заходил домой пообедает, а в последнее время начал вообще убегать». «Получается, сотрудники поздно ночью, да, где-то в час ночи, да, где-то стояли?» «Да». «В последний раз?» «В последний раз, да, в час ночи». «И где он был все это время?» «Аж нам был хан Аштаном, что ли». «Он сутками, да, получается, пропадает, да, из дома уходит?» «То есть его находя на следующий день, бывало, что через два дня». «Он раз мы сутки его искали, через сутки только нашли». «А так, то до десяти, то до одиннадцати ходил, до девяти, до десяти, а в последнее время вообще до трех». «Спрашиваешь, где с друзьями, с какими, не скажу». «Вы кругу друзей точно не знаете, с друзьями. Сколько хотела вычислить, никогда не получалось». «Вот сидим, вроде бы разговариваем, все нормально, поворачиваться его уже нет». «Чем он занимается с этими друзьями?» «Я не знаю, чем он занимается». «И где он не работает?» «Что?» «Сыночек». «Нет». «Дети где-то там подрабатывают». «Восемь лет ему». «Круг общения вам надо знать, с кем он общается, что делает». «Какие-то вопросы вы задаете своему сыну?» «Когда он из дома сбегает, куда он вообще идет?» «Что делает?» «На эти вопросы всегда отвечают там». «Не скажу». «А в школьниках характеризуется?» «Не хочет они заниматься, ничего не писать». «Интереса нету, да, к учебе?» «Оценки какие будут?» «Никакие». Как рассказал Илья, оставаться на улице до полуночи его заставляет приятель. И когда мальчик хочет вернуться домой, то как аргумент его друг использует кулаки. «Почему уходишь из дома без причины? Там. Ты в город уезжаешь? Уходишь отсюда?» «Где парк». «Где парк? А с кем ты там играешься в парке?» «С другом». «С другом? А у друга его имя есть?» «Есть». «Как зовут?» «Я его обидю». «Как?» «Как моего друга?» «Да». «Как не меня, Илья». «Как Илья зовут его, да?» «Иго». «Сколько лет ему?» «Восемь». 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 «А нет, ему одиннадцать». «Ему одиннадцать лет?» «Вы вдвоем в парке играетесь». «А его мать вечером загорает домой? Или вы?» «Ему можно, ему можем гулять». «До утра можете вдвоем гулять?» «Я гуляю, я пойду домой». «Не иди домой, гуляй чуть-чуть». «До утра, давай гуляй». «Не-не-не». «А он ничего». «У него так умыляет, умыляет». «Я не обожаю туда, никогда не обожаю ее». «Такados». «Вы с ним постоянно бываете? С д SWE с друзьями, с другом? Двоем постоянно вы, да? Находитесь, да? Вы где гуляете? Только в парке гуляете или в других местах тоже?» «Да». «Парке только». «В других местах играетесь вы?» «Нет, только в парке играете, да?» «Ага». «В каком в парке?» «Рядом». «Рядом». «Филармония парка, да?» «Да». «У него есть мячик». «У него есть мячик». «Да?» «Да, мы играем». «Да». «Да, мы играем». «Да. А в ночное время почему ты домой не идёшь? Я иду, он от меня умеет, гуляет, гуляет, умеет. А я говорю ему, я буду гулять. Получается, ты вместе с ним в ночное время гуляете вместе, да? Я не хочу, он не хочет умеет. Ты не хочешь гулять ночью? Он под прелогом, под прелогом его, получается, ты гуляешь с ним, да? Угу. А почему ты в это время домой не идёшь, не говоришь своему другу? А я говорю, я пойду домой. А почему в этот момент ты... Не-не-не, сейчас можно играть. Я иду домой покорно, он догоняет, догоняет. И он говорит, давай, давай. И потом, если я не пойду гулять, побей. В настоящее время нами была проверена по месту жительства необычная семья Панарина Анастасия Михайловна, 86-го года рождения, которая имеет на движении трёх несовершеннолетних детей. Систематический средний сын Илья убегает из дома, занимается бродяжничеством. Сотрудниками по делам несовершеннолетних были неоднократно проведены рейды по поиску данного несовершеннолетних. Матери в отношении матери в данное время направится к комиссии по защите прав несовершеннолетних при Акимате города Кубе. За два дня проведения мероприятия пресечено 176 правонарушений. В УВД доставлено 112 несовершеннолетних. Из них 112 за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23.00 до 6 утра. Трёх родителей привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Поставлено на учёт УВД 18 несовершеннолетних, из которых 5 за безнадзорность и беспризорность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова